Всем привет, с вами Андрей Чент, и это Один за всех, и вы на моём лайв-канале. Если вдруг вы на него не подписаны, самое время это сделать. И я читаю ваши комментарии, вижу, что именно вот Один за всех тоже многие любят, и я с радостью снимаю для вас новую реакцию и сегодняшняя тема, почему мужчина избил и выгнал на улицу мать своих детей. Ну, как всегда, всё с трешнячком, всё как мы любим, усаживайтесь, улаживайтесь поудобнее, потому что мы начинаем. Добрый вечер, в эфире проект Один за всех, меня зовут Дмитрий Карпачёв. У нас только правдивые истории, которые никого не оставят равнодушными. Давай. Алло, Доти, как ты себя чувствуешь? Как у тебя животик, болит? Этот короткий телефонный звонок для Олеси Прауторовой – единственная возможность поговорить со своими пятью детьми. Слушай, а как до русской там? Нормально? Как спрашивают малые? Да? Три месяца назад муж выгнал её из дома после 15 лет совместной жизни. Перед тем её жестоко избил, а теперь не пускает даже на порог. Она здесь спала в офисе. Я была в шоке. Прихожу на работу, она бедная сидит, тут голодная. Говорит, да, я вот тут спала, потому что мне просто некуда пойти. Более того, уже через месяц Андрей привёл в дом к детям новую женщину. Приехала Алёна. Мне оповестили об этом факте, что, оказывается, вот приезжает мама новая. И мне настолько стало в тот момент больно, что... Какая интересная Санта-Барбара. Но оказалось, что дети возвращения родной матери совсем не ждут. И уже почти не вспоминают её. А папа найдёт себе новую квартиру. Мне придётся разобраться, с кем жить, с папой или с мамой или с Ильей. И я так решила. Я хочу жить с Алёной. Ну, потому что Алёна как мне мама. А что она меня любит. И меня охраняется. Так по нему, либо дети наговоренные уже, либо чё такого мать вытворяла, что дети готовы жить с другой тёткой, чем с родной мамой. Сраняется, она делает уроки. Один за всех провёл собственное расследование. И сегодня мы узнаем, почему муж Олеси выставил её из дома и кого привёл взамен. Что из своего прошлого новая мама его детей никогда и никому не рассказывала. А так можно было, да? То есть бац, у тебя бац, уже пятеро детей. И кого из этих двух женщин теперь должны полюбить дети? Разобраться в этой истории нам помогут наши эксперты. А подальше за всех. Волномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба. Такой бывает пришлёк. Заслуженная мама Украины, которая воспитывает девятерых детей, Ирина Бачаев. Девять детей? Боксёр-профессионал, отец двоих детей, Вячеслав Узелков. Украинская писательница, певица, мама Ирина Карпа. АПЛОДИСМЕНТЫ Юрист Михаил Присяжнюк и психолог Анна Кушнирук. Олеся Прауторова уже смирилась с тем, что былую любовь уже не вернёшь, и домой вернуться ей не суждено. Сейчас она живёт одной мыслью о своих пятерых детках. Они до сих пор в руках у мужа-тирана и совершенно чужой им женщины. Как же многодетная мама собирается вернуть себе украденную жизнь? Об этом расскажет сама Олеся. Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу присаживаться. Скажите, как так произошло, что вы и ваши дети живёте порознь? Началось всё с того, что были разногласия в семье у нас. И меня вынудили идти из дома. Что-то мне кажется, что она что-то будет недоговаривать, а потом пойдёт какая-то вторая история. Либо она пьёт, либо она избивает детей, и какую-то такую хрень. Ну вот так, просто типа выгнать из дому? Ну, либо это чувак просто неадекват и вообще с головой не дружит. Такая версия может быть. Либо нужно что-то такого прям натворить, я не знаю даже что. Но чтобы он там её выгнал, и дети так же не хотят видеть родную мать. То есть мне кажется, что там всё-таки не так всё просто. На тот момент я считала, что детям так будет лучше, комфортнее оставаться в своём доме. А какие разногласия привели к тому, что родная мать вынуждена была оставить детей одних с отцом? Мы лежали в больнице. У нас было очень... Летом очень много мы болели. С одними детками, потом с другими детками болели. Детки болели? Да, да. Мы лежали в больнице с сангиной, и то... Ну, одни за одним, получается, болели. У нас получилась ссора с мужем. Я попросила там вести ключи от офиса. Ну, то есть такие вот бытовые моменты. Вот. И он постарался меня успокоить кулаком по голове. Как бы у меня... Постарался меня успокоить кулаком по... Какие у вас шикарные методы успокоения. Дорогой, я что-то нервничаю. О! О! Ты знаешь, как-то прям как рукой сняло. Утихобилить. Ну, стукнул меня, мягко говоря. И сказала, что... Как интересно, люди живут и друг друга успокаивают. Андрюш, до свидания. Я с тобой жить не хочу. Это уже... Нормальная реакция, если, типа, тебя в гриле по голове. Типа, ну, бубочки мои. Вот советую вам так же. Типа, не надо там дальше жить. Вы заслуживаете лучшего. Окей, она такая поняла, мне в гриле по голове. Жить не хочу с тобой. Это ты когда поняла? То есть, а то столько лет вместе жили, пять детей, и тут он ударил по тебе кулаком. До этого как бы не бил, да? Или как это все было? Просто последняя капля. А он до этого вас тоже бил? А, понятно. Обожаю. Просто обожаю, блин. Он всю жизнь меня клепал, но это уже просто была последняя капля. А что-то Даня ушла. Ну, думала, что он изменится. Были случаи. И беременную бил. И... Ну, были. Как часто? Расскажите. Не часто, но были. Когда вот он очень сильно... Он импульсивный человек. И когда он сильно уже выходил из себя, были такие... Я тоже очень импульсивный человек. Ну, никогда у меня не было какой-то мысли пойти... И жену перегреть или кого-то. Прямо такое себе дебильное оправдание. Такие случаи. Сколько вы с ним вместе уже живете? 15 лет. 15 лет. Он всегда так был импульсивный. То есть все 15 лет он вас периодически успокаивал кулаком? Ну, да. Да, вы знаете, очень даже помогало. Знаете, он как-то мне реально как вгреет. Знаете, вроде бы как-то и проще становилось. А вы продолжали ему рожать? Не, все, ладно. Она больная барышня. Ну, это, знаете, это опять... Это та же самая опять история, когда, ну, блин, подобное тянется к подобному. Ну, ясно, что мужик как бы придурок то, что он вытворял и так далее. Но ты живешь с тираном и садистом, с абьюзером. Он тебе 15 лет клипает, а ты с ним продолжаешь дальше жить и рожать ему детей. Чему мы удивляемся вообще потом? Детей. Ну, были моменты, когда же все как бы было нормально. Да, то есть мы детей делали, когда он же не бил мне по голове. И вот, получается так, что вот беременная, рождается ребеночек, давай все начнем сначала, типа, как бы с чистого листа. Давай забудем эту лопату по голове. Да, давай. Я уже и забыла, если честно, какая лопата, а уже не важно. Ну, я... Вы начинали с чистого листа, но потом все возвращалось, все на круги своя. Да, да. Хорошо, а почему вы решили, что этот раз должен стать последним? Просто так уже врел, да? Потому что, на самом деле, я почувствовала, что я могу быть самостоятельной. Что могу я оторваться от мужа в финансовом каком-то плане и могу как бы содержать себя. Потому что изначально, вот эти все года, я давно, мы хотели развестись, то есть это не первый случай такой. Но мне говорили, так, Лесь, ну ты сама не сможешь жить, ты там, тянетные профессии нормальные, ну, то есть профессия есть, но не было такого дохода, такого уверенности в себе, что я могу как-то содержать детей, ну, как-то жить самостоятельно. А что же произошло? Я стала главным редактором газеты, вот, и это немножечко, ну, психологически меня подняло немножечко, то есть я почувствовала, что у меня уже свое дело, которое, как бы, мое дело мне позволит быть самостоятельной в плане всего. Газета свое дело? Газета и рекламное агентство. И рекламное агентство? Да. Это успешный бизнес? Ну, вы в плюсе? Ну, сейчас да. А кто вы по специальности? Я по специальности медсестра. Медсестра. Ну, я периодически работала, у меня был 10-летний опыт сетевого бизнеса. Я небольшой знаток сетевого бизнеса, но, насколько я понимаю, туда нужно инвестировать, да? Там весь бизнес построен на том, что ты что-то покупаешь, а потом... Получаешь проценты. ...продаешь. Скажите, а когда вы поняли, что такой способ заработать, ну, является бессмысленным? Ну, наверное, года два назад или три. Бывало такое, что вот я пришла, у меня глаза горели, все. И когда приходят новички, да, в этот бизнес, я вижу, вот такие глаза горели. Я говорю, девочка, зайчик, ты побудешь там, ты все поймешь. Ты вот немножко спустись с ним. То есть я это как бы уже прошла. Для меня это уже пройденный этап. Детей вы не потеряли за это время? Может быть, в каких-то, может, периодах. Я говорю, когда вот был у меня такой ажиотаж, вот такой, да, то есть в каких-то, может, периодах действительно так было. Что они это шли на, ну, не на первый план, то есть они шли на какой-то у меня план, потому что работа буквально вот... А вот вы вообще куда уходили? Вот мне не... Смотрите, у вас в больнице случился инцидент, да? Вы приняли там окончательное решение. Да. Все, расходиться. Да. Дальше что было? Дальше я хотела уехать в другой город. Там снимать квартиру. Нет, смотрите, а в целом сам разговор с мужем о том, где будут дети, кто будет заниматься воспитанием, он был? Разговор этот был? Был. И как? И обыкновенно сошлись на том мнении, что Леся у тебя появился как другой мужчина, да? Он изначально, он был. То есть у Андрея знал о том, что там был мужчина. Короче, тут у бабы уже новый мужик появился, что-то вообще понеслась. Я правильно понимаю, вас в больнице не просто так муж ударил? Итак, у вас есть... Любовник. Ну, любовник. Ну, да. Любовник, ну... Ну, давайте называть вещи своими именами, да? И как давно он у вас? Уже пятый год. Мы с ним около двух лет. Ну, ладно, я чуть-чуть переборщил, но, конечно, два года тоже так. Общаемся. Так вот так общаемся. Около двух лет. А младшему вашему ребенку сколько? Девять месяцев. Девять месяцев. А чей он ребенок? Я не знаю, да? Вопрос. Смотри. Обожаю. Один за всех прям. Ну, можно, знаете, вот прям сериал снимать. Вот сидишь такой, думаешь, блин, надо какой-то новый сюжет. Какую-то мелодраму, сериал снять. Включаешь один за всех прям. И еще пишешь в начале. Основано на реальных событиях. Людям еще больше нравится. Это Хуан, чей сын. Он сын Пабло. Нет, этого не может быть. Возможно, вопрос. Как это вопрос? Ну, вот так, вопрос. Да. А вам самой не интересно? Интересно. Я была очень... Ну, на самом деле, интересно, да. Что происходит? А вот как ваш муж относился к тому, что два года у вас был любовник? Прошел год. После того, как я познакомилась с человеком. Он тоже был в сетевом маркетинге? Ну, примерно, да. Он как наставник был. Как не наставник? Нет, это я была как наставник, получается. Он у меня был как подписанный человек. А, вы наставник? Я наставник была. И вы его взрастили? Ну, получается, что... Хорошо. И вот как муж к этому относился? Он узнал о том, что у меня есть человек. Ну, как бы не сразу, естественно. То есть это все вскрылось. Потом меня попросили пожить немножко с мамой. Подумала. С вашей мамой? Да. Вы там побыли, подумали. Да, да. И получилось так... Какие мысли в голову пришли? Да как? Разные. Подождите, у меня вопрос. Смотрите, вы нам сказали, что ваш муж бил вас еще, знаете, когда был первый ребенок. Правильно? Да. Да. И когда вы ему говорите, что у вас есть любимый, он вас не трогает. Он говорит, поживи с мамой, подумай. Да, я не знаю. Если он такой тиран, деспот и убийца, при фразе, что у меня есть любимый, вас бы здесь не было уже. Ну, я не знаю. А как мы общались, он тоже неспокойно на это, конечно, реагировал. Неспокойно это я сейчас реагирую. Вы сообщили мужу о том, что у вас есть другой мужчина. А его не смущало то, что у вас на тот момент четверо детей было? Смущало. Смущало? Да. Но он... Мужика того, который любовник четверо детей? Знал, что их можно оставить мужу. Нет, он не говорил. Он сама начала. А, у нее... Блин, стоп. У нее четверо детей было тогда. Господи, я уже что, уже прямо с этими всеми историями. А вот, Леся, ты должна быть с детьми. У него, я люблю детей. Он говорил, что я не могу без них. Извините, но это вызывает у меня сарказм. Вот эти слова. Я люблю детей и не могу без них. Поэтому я завела себе другие отношения, которые ставят под угрозу мое пребывание с детьми. Поэтому я сейчас уже... Сколько вы без детей? Сейчас 4 почти 7 месяцев. 4 месяца. 4 месяца без детей. Я ушла от них, потому что я их очень люблю. Да. А вот скажите, за эти там 4 месяца, как часто вы навещали своих детей? Буквально каждый день. И я когда работала, я после работы заканчивала работу буквально в 12 часов дня, там через час, и я прибегала домой, с дворой побыла, пообщалась. Девочка, мальчик, как дела? Зайчики мои, как вы? Как что? То есть я, то есть, ну, как бы постоянно была в курсе событий, как все происходит. Вы уехали, но каждый день навещали детей? Да, приходила, покупала им что-то, понятно. Как-то интересно, она уехала. Я уехала, но не уехала. А муж как к этому относился? Поначалу нормально, приходи, как бы, я не сильно там, то есть, приходи, общайся, как хочешь. Так, подождите. Это было до приезда Алены. До приезда Алены было все нормально. А Алена это? Любовница мужа. Любовница мужа. Да. Сожительница. А скажите, спустя какое время после вашего расставания появилась Алена? Месяц. Спустя месяц появилась Алена? То есть уже три... Мужик долго не горевал. А возможно, эта Алена была и раньше. Дети ваши живут с Аленой? Да. С чужой женщиной? Да. А как это в пять месяцев покинути дитину? Вот сейчас ей девять, да, дитине? Как это так маме в пять месяцев покинути дитину и пить? Просто поясните. На папу. Я, кстати, вот только сейчас осознал вот этот вот факт. Это не мовля. Мужик, по сути, до тех пор, пока Алена появилась в доме, он сам воспитывал там шести-семи-месячного ребенка. Ну, у него тоже был опыт воспитания. Пока вы налаживали личную жизнь... Пяти-месячно. Ну, это ничего, ну, тут не принципиально. Как это? Расскажите. Я поняла. Расскажу. Это не... Может быть, спишется на какую-то слабость. Ну, может быть, как это... Ну, позвучит странно, но, возможно, у меня была послеродовая депрессия. Возможно, потому что, действительно, на тот момент я... У меня был стресс. Оправданно. Оправдать. Ой. Упала салфетка. И работа, и роды, и дети, и все-все-все. Ну, я согласен. Если послеродовая депрессия, то в этих случаях оставить ребенка, это, ну, нормально. Смотрите. Мне тогда не очень манякший характер вашей усталости. Конечно же, мама может устать, но вы же на два дома жили? Вот от этого, наверное, тоже устала. Нет. У вас двое мужчин было? Было изначально. Вы знаете, как часто я слышу, когда говорят о послеродовой депрессии. Послеродовая депрессия – это не настроение, не сексуальное влечение и не отсутствие желания выполнять материнские обязанности. Это тяжелейшее клиническое состояние. На самом деле, часто это госпитализация, психиатрическую лечебницу, да, где в остром женском отделении находятся женщины, которые не могут исполнять материнские обязанности. Они не являются в состоянии следить за собой, не то что за ребенком. Что за депрессия, если мы там тусим, там гуляем, там занимаемся сексом, там делаем газету, там вешаем объявления, продаем коров. Ну, какой из женщин, сидящей в этой студии или смотрящей сейчас вас с экрана, вы докажете, что депрессия – это вести два разных образа жизни? Это новая форма депрессии, да. Новая форма. А вот скажите мне, когда вы жили на два дома, вы, ну, и, наверное, судя по тому, что не очень понятно, чей ребенок, вы вели сексуальную жизнь с двумя мужчинами? Ну, да. Ну, с мужем-то я жила, как с мужем, конечно. Ну, да. А с тем я жила, как с любовником, поэтому. А с другом, как с другом? Ну, если мужчина, значит, как с мужчиной жила. Что она несет? Что она говорит? Ну, если мужчина, я как с мужчиной жила, а там с мужем, как с мужем. Вы спали с двумя, ну, как с двумя? Просто там, как с мужчиной, а там, как с мужем. Там был какой-то график, да, вот в какой день вы с кем спите? Или как это все происходило? Да, да. Такая... Ага, вторник, бля, подожди, вторник, вторник. Валера, сегодня ты. С мужем дома, а с любовником на работе. Так. Знаете, сегодня у нас в студии есть любовник Олеси. Или как его лучше называть? Друг. А как вы его называете? Друг. Я бы назвал его гражданским мужем, но вы, насколько я знаю, еще не в разводе с первым мужем. Да, поэтому просто мой трахаль. И вот сегодня у нас в студии ваш друг, возможно, отец одного из ваших детей. Ну, не точно. Это он? Скажите, вот я знаю, что есть большая вероятность, что у вас с Олесей общий ребенок, которого теперь воспитывает чужой мужчина. И чужая женщина. Я так смотрю на этого друга, если честно. Ничего, конечно, не хочу сказать. Но был бы я женщиной, я бы ему дал. Такой прям Аполлон. Что-то мне кажется, он любит немножечко пригубить. Чего-то покрепче. Женщина, вы как к этому относитесь? Никак. Я сейчас, мы делаем ДНК, я хочу забрать этого ребенка и все. А тест ДНК вы делаете, это как? Ну, вот сейчас, в данный момент, делает анализ. Отправленный анализ. Вы или мы делаем тест? Вы делаете. Мы делаем тест. Мы. Вы понимаете, да? Да. Принципиальную разницу. Ну, я в том плане, что, как бы... Смотрите, мы перед съемкой взяли образцы ДНК у вас и у вашего ребенка. И если бы мы это вам не предложили, вряд ли бы вы сами это сделали. То вы бы этого и сделали бы, да. Это стоит тоже дорого. Зачем вы соблазнили женщину с четырьмя детьми? Замужнюю женщину. Нет, подождите, соблазнил. Что у нас соблазнил? Я думаю, каждый из вас любил, да, людей, да? Любил людей. Я коров люблю. Из вас у каждого человека есть любимый человек. Вот когда ты встречаешь любимого человека, своего половинку, тебя ничего не остановит. Вот на тот момент Леся, да, готова была оставить с детьми, потому что, ну, как она говорит, он хороший человек на самом-то деле, да? А когда появилась у него Алена и началось другое воспитание, ломание психологии людей... Я вас просто не до конца понимаю. И раньше Ален не появился. Я появился раньше, Алена. Правильно. Ну, она же оставляла детей на него, на одного. Слава, ну, как бы она не думала, что будет такой человек. Он был готов детей, что был готов оставить их, включая своего ребенка, у того мужчины. До развода. Вот если бы не Алена, пришла Алена и все испортила. Я же говорю, сейчас идет процесс развода, мы забрать детей не можем. В смысле? Потому что у нас нету своего собственного жилья. А, а после того, как вы разведетесь, у вас оно появится? У Олеси есть дом, в котором они живут. А мужа выгонять. Мужа погулять, да, вы туда, правильно? Почему погулять? Смотрите. Это дом Леси. Подождите, вас все влаштовывало, коли дети живут с мужиком Олеси, а в мужика никого нет, он как няня, да, дитячий садочек. А вы, когда хотите, тогда приходите, все было нормально. А когда у него появилась женщина, то вас все перестало влаштовывать. Подождите, садочек... Это не меня не влаштовывает. А вас взагалі все влаштовывает? Нет, это не влаштовывает мою женщину. А чем? Ну, потому что она смотрит, приходит какое воспитание, как ломаются дети. У нас есть адвокат, представляющий интересы Олеси. Добрый день, шановні. Алена, да? Так. Чего хочет Олеся? Вона говорила про те, что она хочет повернутись в свой будинок, в той будинок, який належит саме ей. По договору дарування. Саме батько дарив ей цей будинок. И саме это ее будинок, в котором она проживала, с своими детьми. Вполне может быть. Смотрите, вот выше над вами сидит мужчина, у которого есть якобы ребенок, и он не понимает, его это ребенок или не его. И в принципе, где он живет, ему тоже особо не интересно. А есть другой мужчина, который оставил себе пятерых детей, один из которых может быть чужим. Вот вы второго мужчину как можете охарактеризовать? Ну, напевно, позитивно, потому что человек воспитывает, выховывает детей. Ну, очевидно, это хороший поступок, да? Хороший поступок. А вот теперь я бы хотел в свете этого вернуться к исковым требованиям. Что же вы будете требовать в суде? Мы должны вернуть твой будинок, твое майно, саме твою властность, которая тебе належит. Подождите, стоп, 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 один момент. Как можно ее вернуть, если ее никто не забрал? Но когда она пришла к мне, то она сказала, что ее выгнали из ее собственного домика. А заявление было написано? Нет, заявки написано не было. Я вам сейчас рассказываю из слов, что мне сказали. Так, я, слушав Лесю, говорю, закон полностью на твоей стороне. И именно по закону, дом належит только тебе за договором дарования. Ты на праве властника, можешь повернуться, и если там проживает другая женщина, то уже в суде, в порядке судовых, мы вырешим вопрос. Хорошо, Леся, а вот теперь вы мне объясните. Вы же говорили о том, что вы чуть ли не каждый день приходили к детям. А потом оказывается, что вы туда приходить не можете. Где правда? Я говорю, пока был Андрей один, он меня нормально пускал к детям. То есть приходи, когда ходишь. А когда появилась Алена, то произошло что? Про произошло то, что даже не приходи, закрывается дом, дети закрываются в доме, и как бы не хотят видеть маму. Ну, в каком-то смысле вы друг друга стоите. Я говорю у вас и у вашего мужа. Я это сам вначале сказал. Вы два года ему изменяли, а он спустя месяц привел в дом к пятерым детям другую женщину. А что время тратить? Жизнь одна, а то растягивать на года, да? У которой, кстати, трое своих детей, которая переехала к нему. А она еще с детьми переехала? Ну, с тремя своими детьми. Блядь, восемь детей. То есть он сейчас, ну, отец-герой, у которого на попечительстве восемь детей. А, кстати, вы что знаете об Алене? Я изначально, когда хотела с ней познакомиться, мне муж сказал, ты к ней даже не подходи. Даже и не видь его, ну, даже чтобы близко тебя за нее не было. Вот. Я знаю, что она из Белой церкви. Вот. Что они познакомились с ней через сайт. Это я знаю. А вы вообще как с ней впервые увиделись? Я ее в первый раз увидела возле супермаркета. Вот. И я увидела семью Андрея. Вот. И я увидела вокруг деток. Всех. И моих, и ее. Вот. И я, конечно, на тот момент меня как током ударила. Потому что я вот представила, что я должна быть на ее месте. То есть вы как бы, да, как поменяли местами нас. То есть я увидела семью, но я понимаю, что с этим человеком была я, а вот сейчас она. И мне сейчас, мне на тот момент очень стало плохо. Так вы просто пожадничали, да? Да, обидно стало. Не пожадничала. Просто я, ну, что-то мне как бы... Вот это шота, назовите, пожалуйста. Шота, это ничего. Мне стало неприятно очень. Назовите, что вы почувствовали. Мне стало очень неприятно. Хорошо, вам неприятно. Это повод отобрать у них счастье, отобрать детей. И себе забрать то, что у вас и так раньше было, но вы никогда этого не хотели? Да. То, что сейчас у меня раньше было, но я сейчас этого хочу. Я поняла, что мне сейчас затрудно. Я почти в шоке. Олесь, а вы видели, что они идут счастливее? Да, они идут счастливее. Алена с мужем идут счастливее. И дети також счастливее? Дети, когда побачили, побили сразу мамочка, мамочка, привет. Он посмотрит на Алену. Алена приехала. То есть они как бы все ко мне обратились. Ну, они рады были, Алене. Вот они не прибежали к вам с криками. Мама, мама, забери меня от Алены. Вот эта ведьма. Мама, спаси нас. Новая мама ваших, Олесе, детей заверяет нас, что за три месяца полюбила их как своих. И они ее, кстати, тоже. Сейчас история будет. Как это могло произойти, сейчас узнаем. Алена Салахова. Даша. Привет. Дед. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Алена, скажите, а как вас дети приняли? Они через пару дней спросили меня, или можно называть меня мамой. Ну, я говорю, дети, это ваше право. Я говорю, я не хочу быть вам новой мамой. Ну, у вас есть мама, зачем? Я тысячу раз им до сих пор говорю, что у них есть мама. Они вас мамой называют? Да. Там двухлетний мальчик у всех. Женщину звал мамой, даже ее сестру. Правда, что вы буквально пару дней назад как выписались из больницы? Да, с Доминикой. Где находились вместе с ребенком? А Доминика это чья дочь? Олесина. Олесина. А что с Доминикой? Мы поехали обследоваться у нее, как бы, я заметила вроде бы по онкологии, что вроде бы грудь как-то, не по возрасту. А потом они говорят, у вас же там грыжа. Я говорю, ну да, если можно, прообследовать, чтобы еще посмотрели нас. И мамолог посмотрел, и уролог. Потому что у нее еще две паховые. Ну, там прям... Уролог? Может, и николог? Если мы говорим за девочку, девочку уролога не... Ладно, наверное, она перепутала. Наверное, гинеколог, потому что уролог это мужской врач. Видно было. Что, грыжи две паховые? Две паховые грыжи. У шестилетней девочки? Ну, сейчас, надеюсь, все хорошо? Все хорошо, перенесли операцию, все хорошо. А почему вы лежали в больнице, а не родная мама? Взяла такую ответственность, лечь с ребенком. Приносив шесть лет у ребенка две паховые грыжи. Это ж как так угораздило-то. А сколько раз вы навещали ребенка? Как сразу приехала, я сразу пришла к ней. В больницу? Нет, в Волчанск. Нет, я про больницу спрашиваю. Больница в городе Харькове. Там лежит Алена, туда не едь, вообще туда не сунься. Он мне запретил туда ехать. Это ваш ребенок! Это ваш ребенок! Он мне запретил туда ехать. Ну как это? Как я могу запретить вам? Это идиотизм! А в каком они были состоянии? Ну если честно, мне сейчас вот эта вот новенькая девочка вызывает больше, что ли, доверие, как-то больше располагает, чем вот та вот родная мать. Серьезно, вот правду говорю. Скажите, это правда, что у детей были вши? Типа из гигиены вообще полная задница, да? Не могу иногда вывести. Потому что где-то она заваляется, как говорится, и опять, ну, то есть... Это не знаю, почему так произошло. Вши у детей обвиняют меня. Я здесь при чем? Ребята, в шоу. Если у моего ребенка вши, это моя ответственность. Олесь, а виноваты-то вши, вы-то при чем? Ведь они-то виноваты. Потому что голову никогда не мыло. Она, ну, как бы должна была по-другому немного относиться к детям. Даже, ну, я не знаю. Вам их жалко? Очень. Обидно. Обидно за что? За ее же детей. Дарина, Олеся мне говорит, ты ей сломала индивидуальность. Извините меня, индивидуальность в том, что она мне врала на каждом шагу, и что она все время воровала. Я ей объясняла, говорю... А сколько Дарине лет? Девять. И вы ее отучили воровать. Олеся говорит, что вы индивидуальность сломали? Да. Ну, у нас есть видео о культуре питания, которая была в этой семье. Давайте посмотрим. Она нас плохо одевает, а себя красиво. Я хотела спросить, мама, можно мне колбаски? А, Дарина, нельзя. А, мама, можно мне кусочек, хотя, колдарина, нельзя. Вот, например, кортоплю с огурцом я не люблю. А вот мама себе колбасу, сосиску, кортоплю и помидор. Это очень вкусно. У меня такое чувство, что материнского инстинкта вообще нет. То есть, типа, детей оставляла, сама жрала, то есть, да? Что она сказала? Что это? Какую колбасу я мясо ела? Вы не поняли? Не, я не поняла, потому что речь, о чем она говорила. Вы не понимаете, о чем говорят ваши дети? Речь своего ребенка? Ваши дети вам говорят о том, что вы кушаете колбасу, сосиску, картошку с помидором, а это очень вкусно. А их кормите картошкой с огурцами. Нет, я все давала, как... Ну, конечно же, они лгут. Мы в этом даже не сомневаемся. Я если покупаю что-то себе, нормально, хорошее, вкусное. Хорошо. Если я покупаю что-то себе, ну, я не знаю. Тетя ваших детей. Которая все видела, да? Леся наша любит вкусно покушать. Она могла себе купить курицу копченую, сесть в парке, скушать. А когда я видела шкар лупки с бананов, говорю, Лесь, а что это? А я забыла купить детям. Лесь, скажи, что это неправда. Когда мы приходили в гости и покупали что-то вкусное, я быстрее детей... Может, один бананчик? И она еще пятерых детей родила. Блин. Тут бывают такие случаи, думаю, что тут, конечно, пубочки, которые меня смотрите. Ну, наверное, тоже согласитесь. Бывают, думаю, что для таких барышин стерилизация тоже хорошая штука. Мужикам кастрация, а здесь стерилизация. Ну, это звездец. Я говорю, если мама ваша ныбачила, то это мама съест все. И то, что она не научила детей мыться, я первое замечание сделала ее папе. Говорю, сначала научили эту девочку мыться, а потом бы отдали замуж. Ведь мы мамы все. И все женщины. Был маленький еще, самый первый ребенок у них был маленький. Он никогда не купался. И матрасик, который был записан, она вот так его переворачивала, понимаете? Я ее подняла и ничего не поняла. Я все с дому выбросила. Купила просто обыкновенной хлорки. Просто это все залила. Постирала вещи мужа, постирала вещи сына. А ее, говорю, а ты сама себе постирай. И все долги, которые у нее были, покрывал ее муж. Наберет заказов, потратит деньги. Заказы приходят, платить нечем. А вы просто говорите, Лесь, где же мой заказ? Андрюша, на. Лесь, как дела? Скажи, Лесечка, мне не стыдно. У меня внуки, я не имею права врать. У меня внуки и дети. Но любимое место у нас у Леси – это кладбище. Что? Где мы ходим, собираем с детьми конфеты по кладбищу. Да ты приди, скажи, Лесь, это неправда. Приди, купи 200 грамм. Детям нужна твоя любовь, не конфеты. Что скажете? Да, Галя права. Да просто у нас рядом кладбище, вот через дорогу. И я просто гуляла по парку с ними. Да, кладбище как по парку ходишь, такой, о, конфетка. Парку по кладбищу. Нету там возможности. О, 100 грамм. Ничего такого не было, сверхъестественно. А скажите, какая ваша любимая могила на этом кладбище? Возле моей бабушки. Она еще реально отвечает, Карпачев с приколом вопрос задает. Она серьезно отвечает. Я выросла на кладбище. Вы понимаете, я серьезно говорю, я выросла на кладбище. Это же нормально. Так а мы верим, Олесь. Мы верим, что вы выросли на кладбище. То есть там была возможность такая, как парк. А как вы здесь, зачем вы детей на кладбище коллективно водили? Весело. Я просто с ним гуляла. На кладбище? Да. Там зато тихо, спокойно. Есть с кем поговорить. Собеседники хорошие выслушать могут. Проверялись у врача? У вас с головой в порядке? Доча, я говорю, ты хочешь с мамой ходить гулять на кладбище? Она говорит, ну лучше, если бы она меня в парк повела. Я говорю, ну конечно. А конфеты-то почему на кладбище собирали? Там бесплатно. Потому что на Пасху у нас есть традиция, где детки собирают конфеты. А не на Пасху? Где сейчас Пасха? Ну они увидели конфеты. Они принесли конфеты, я еще не знала, что это за конфеты. А мне Доминика плачет, говорит, а мне Дарина съела одну конфету, я не знаю. А я потом спрашиваю, дети, где вы взяли эти конфеты? Они говорят, ну мы с мамой ходили гуляли, нас собирали там это. Я говорю, как нас собирали? Это, ну абсурд какой-то. А ударил ее муж сказать, за что? Когда вот эта маленькая последняя родилась, малышка, ей было там несколько недель. Леся, ты где? Я дома. А Андрюша возвращается с другом, с Харькова в автобус. Он садится на одну дверь, а эта сидит в автобусе. А он говорит, а с кем грудничок? Он просто, наверное, тогда ввалил ей точно, и я бы ввалила. А друг его сказал, я бы вообще голову открутил за своих детей. Так а с кем был грудничок? Такого не было. Со старшим. Со старшим. Он же не ходил в школу. Меня встретила учительница, говорит, Гал, нам жалко его. Он хороший мальчик. Короче, Алёна, материнский инстинкт там напрочь отсутствует. Я понял. Десяти месяцев школы, всего лишь посетил два полных. Мама научила мне врать, чтобы папа не знал, что я не хожу в школу. Детство у ребенка оторвали. Данил только в добренью нянчил, нянчил, нянчил. А мама Леся подходит домой и постоянно спит. Она говорила, что еда на работу, взять очень важный материал, важный клиент. Нянчился, меня в подвузнике, там кашу рабил. Садил, 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 садил. Ну, врауливал в школу. Меня это в школе не начал уважать. Ребенок не ходил в школу, потому что присматривал за младшими братьями и сестрами? Да. Пока вы продавали косметику и какие-то БАДы? И искали бабушек для того, чтобы они тиснули объявление в вашу газету о продаже коровы? Нет, тогда не было газеты. Он в 7 лет сидит с детьми, как он все время вот это нянчит. И он хвастается тем, что он... Что он нянька, да? Я умею менять памперсы, я умею переодевать. У выхователем для детей. Да, нет. Он доглядал детей. Когда утром, я ему стою, я говорю, Данил, пошли в школу. Он стоит и говорит, мама, мне плохо. Смотрите, Лесь, есть ребенок. Я взрослый человек, мне плохо с детьми, когда жена куда-то должна уехать на 3 часа от силы. Я взрослый человек, у меня двое детей. А это ребенок маленький с детьми. Конечно, ему плохо. Какой же диагноз у него? Да, у него диагноз вегетососудистая дистония называется. Олеся, а вы знаете о том, что вегетососудистая дистония? Дистония, это, в общем-то, диагноз из прошлого. На данный момент такого диагноза, по сути, нет. Это, как правило, хроническая усталость, отсутствие нормального питания, прогулок на свежем воздухе. Как вам в голову пришло 14-летнего мальчика оставить с новорожденным ребенком? Вас нельзя к людям подпускать, не то, что к детям, медсестра. А как все прекрасно начиналось, да, Жук? Мне кажется, история будет совсем другом. Пришла, муж меня выгнал, что-то здесь не то. Еще показали ее, это, любовника, я такой понимаю. Какие проблемы у Даниэлы со здоровьем связаны с неправильным использованием памперс? Знаете ли вы вообще об этих проблемах? Кожные заболевания. Какие? Ну, потому что, блин, а, это же ребенок обделывается, они его не моют. Прикиньте-то все, эти фекалии, это же все бактерии, посраки, щипает. Ой. Она заболела. У Добрыни, я знаю точно, есть. Я спрашиваю, у Даниэли. У Даниэли то же самое, скорее всего, что дерматический аллергит, атопический дерматит. Еще? Потому что на ножках, ножках я увидела, что есть такие признаки кожи, то же самое, что было у Добрыньки. А, Ален? Ее обсыпало конкретно, у нее под памперсом, прям язва у нее была. Здесь вот у ребенка не было лица. Вот то же самое, что у Добрыни. Было полностью, это, сейчас у нас уже, как бы, лицо есть. Там в порядке, все нормально. Просто, ну, я ее отпоила, энтеразгелем, там, чередую таким. Я 4-5 раз на день ее промывала, отмывала, вот это все. Есть ребенок, у которого есть проблемы со здоровьем. Вы в результате своих конфликтов с мужем вынуждены жить отдельно. Это понятно. Непонятно, почему вы не занимаетесь лечением ребенка. Мне, значит, Даниэли? Мне сказали, все нормально, все под контролем. Слушайте, Леся, ох вы и с**ка, вы сидите. Нормально. Начинали за здравия, закончили за упокой. Сначала зашла жаловаться уже эксперта. Ах ты, дайте я ее перегрею палки. Ах ты сейчас рядом с женщиной, которая ваших детей отмыла. Которая говорит, что они едят абсолютно все и никаких дерматитов у них нет. Вместо того, чтобы пойти поблагодарить и в ноги ей кланяться, вы сидите оправдываетесь перед теми, кто вам вообще чужие. Она не спрашивает. Я ей сказала спасибо, Ален. Я ей говорила спасибо. Алис, если психолог такого уровня это говорит, это правда. Алис, серьезно, я вам говорю. Откуда у вас моральное человеческое право задумываться о том, чтобы забрать детей? Я не хочу забрать, я хочу просто, чтобы они... Я хочу дом отобрать обратно. ...со мной все, чтобы зашел забрать. А я хочу, чтобы они были со мной, потому что они... А почему? На каком основании вы этого хотите? Ну да, мне нужно мешить материстов. Чтобы... Вы уже ответили на том, что я хочу, точка. Нет. Это все, что вы делаете в жизни. А дети с ней не хотят быть. Заботиться о них. А я хочу, чтобы они получали материнскую любовь. Да у вас же нет материнской любви. Ну откуда она? Не было. Ее, возможно, это не было. Да и сейчас нет. А, ее не было. Дим, так вот ответ в том, что я хочу быть с детьми на основании договора дарения дома. Вот и все. Ответ так прост. Олеся, ваш муж Андрей утверждает, что ни за что не отдаст вам детей. И считает, что вы хотите их забрать, чтобы отомстить за появление в его жизни Алены. Да, тоже возможно такая. Встречайте, Андрей Прауторов. Андрей, а как вам перспектива остаться без детей? Плохо. Почему плохо? Потому что я боюсь за их будущее. Вот и все. Расскажите о том, как вы жили с Олесей до того, как все это развернулось. Ну, весело. Все скандалы были, конечно, из-за долгов и из-за кредитов. Из-за кредитов? Да. Каких кредитов? Такой самый интересный кредит, который она взяла, мне понравилось. Это телевизор на 42 дюйма. Вот, когда она взяла его в магазине там за 8 тысяч. Вот, она вышла с магазина, а продала его за 4. А мы потом отдали 12 за него. Какой бизнес-план шикарный. Взять кредит в телек за 8 тысяч, выйти на улицу, продать его за 4, а в итоге заплатить 12. Это просто бомба. Я таких еще бизнес-планов не слышал. А в чем была идея? Получить наличность. Офигеть. Ну, тогда они были зачем-то нужны, я не помню. Честно. Нет, 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 нет. Вы помните. Офигеть. То ли расплатиться за какие-то кредиты, то ли что-то еще. Потому что кредит на кредит тоже облачивать. Там все-таки хаточки денег. Разумеете, что за то, что вы занимались бизнесом, платив ваш человек, да? Вы бизнесом занимаетесь, а он борги платит. Коль, ладно бы муж платил, дети платили недополученными какими-то витаминами, игрушками. Да игрушек вообще нет почти. Смотрите, мамы нет, да? Потому что вы бизнесом занимаетесь. Дети маму не бачат. Ну, если она так бизнесом занимается, как телевизор покупает, продает, то, наверное, там бизнес тоже не очень. Судя по тому, кого она нашла, это ее партнер сидел, да? Этот ее хохолек. Я понимаю, какой там бизнес был. Не бачить, грошей не бачить, так что и все платят за вас. Ну, это еще не один. Еще один случай с Клидом вообще тоже интересный. Сейчас еще раз. Подожди, Коля, еще один случай. Это, думаю, будет интересно. Была карточка, привет, банка, там было, по-моему, 1150 всего-навсего. Ну, я ее закрыть-закрыл, поменял пин-код, а и карточку я отдал. Ну, вот сейчас город маленький, она приходит в банк. Да, я пин-код забыла, дайте мне с кассы. И с кассы раз, щелк взяла. Я там карточку вставляю, бац, опять денег на маду. А где же они пропали? Да, было только у меня. Было? Скажите, на вашей памяти, Андрей, какова общая сумма кредитов? Ой, не знаю. Все это нравится. Это точно, наверное, перевалило. За 70 тысяч гривен? Да. Ну, это только то, что я помню. А то, что я не помню, даже нет. Так вы бы, в принципе, могли неплохо жить, я так скажу. Да. Скажите, а вот ваш новый мужчина... Да, потому что ты... Ну, вот так, что-то у бабы с приданным не очень, да? 70к еще сверху лежит как-то с долгами. Он вообще знает о ваших финансовых аппетитах? Теперь... Ну, о кредитах знает. Нет, о том, не о кредитах, а о том, что у вас, здесь вот такая привычка. В долги втягивать окружающих. Ну, он все знает. Вы готовы участвовать в... Я и так участвую в бизнесе, Олеся. И поэтому она это и начинала, чтобы оплачивать кредиты и все остальное. Это ее, как бы, личные вопросы. Я не хочу... Это, кстати, Андрей, если вы не знаете... Ну, я знаю, он раз там уже удрал от нас. Ну, вот он претендует на... Я ему предлагал втыдиться, пожать ему руку. Почему? Потому что я говорю, спасибо, что ты избавил меня от этих вещей. Спасибо. Это-то выпуск, конечно. Ой, боже мой. Какой трэш. Да. А вот, кстати, он, ну, во всяком случае, он заявляет об этом. Хочет забрать младшего ребенка. Пускай попробую. Вот. Мне кажется, все равно, чей это будет ребенок. Мой или его. Ты недостойна будь с ним. А он тем более. Почему? Потому что, когда он родился, только тот ребенок. Ну, почему он не нашел деньги, если он же утверждал, что это у него? Он мог на эти деньги сделать ДНК. Ну, по-моему, было жалко, потому что, а вдруг же ж не его. Три тысячи на ветер. Ну, так получается. Скажите, Андрей, а что это за история о платном сексе? Ну, это... Что? Ну, сказал, один раз сто, а если еще на сто, плюс еще пятьдесят гривен. Боже, Олеся. Да вы шо? Миша, Миша, держи себя в руках. Олеся, что вы что? Вы много больше стоите, я вам говорю. Я просто пошутила, и все. Деньги получили? Почему же ты пошутила? Я почти не спрашивала, а где деньги? Так, я так понимаю, услуга выполнена. Не вижу расчет наличный или у вас с картой. Я не спрашиваю. Да, один раз, ну, не спрашивала. Мы, знаешь, за что деньги? Ладно. Ну, собственно, да, конечно. Это, конечно, трэш просто. Скажите, когда вы поняли, что вам нужна другая жена? Ну, когда я понял, что это уже живет счастливо с другим человеком. Я говорил, иди, живи счастливо, любима, удача и все остальное. Первый месяц, конечно, наверное, мне показался Адам, потому что я ложился в два, вставал в восемь. Конечно, спасибо очень большое от Данилы, потому что он... Он помогал очень сильно. Мне приходилось и работать, и надо было и есть с ним приготовить. И это было... Короче, старший сидел. Худема большая. Ну, я с ним смирился, потому что я понимал, что... Ну, она счастлива, пускай живет. Олеся говорит, что Алена появилась в вашей семье спустя всего лишь месяц после того, как она ушла. Нет, я с вами познакомился, если не ошибаюсь, где-то или 22 или 23 июня. Ну, позвонил ей. А Олеся когда ушла? А Олеся ушла 3 или 4 июня. Ну, я тогда позвонил, а приехала она ко мне... А в целом не очень много времени прошло. Вот, ну... Ну, немного, да. Честно, я очень рад и полностью согласен с тобой, Ирэна. Вам повезло, вот на самом деле повезло. Но могло же и не повезти. Вот вы на что опирались, приводя в дом к пятерым детям женщину? Ну, о ее жизни она не рассказала все. На второй день. Насколько мне известно, Алена достаточно быстро для своей семьи собралась и уехала к вам. И сегодня у нас в студии есть ее мама. Хотелось бы узнать, отчего Алена так бежала? У нее был муж, который все время как-то избегал меня. Они как-то все прятались где-то по квартирам. Ну, вот когда Алена родила, я тоже не знала, где она. То есть меня в это не посвящали. Я ее искала. Моя мама говорила, у них своя семья осталась. А что за история с Магнолией? Утром позвонила мама и говорит, Тимура показывали по телевизору Магнолия. Тимура это кто? Это старший. Это пропажа детей. Магнолия ТВ. Почему его показывали? Потом мы и выясняли, почему его показывали. Оказывается, ребенок был оставлен в Киеве на улице. На улице? Да. Где на улице? Ну, под домом, под подъездом. И в карманчике была записочка. Дата рождения и имя. Угу. Да. Алёна, а зачем вы так поступили? Мужа послушалась. Мужа послушались? А он вообще... Ну, отчасти я тоже виновата в этом. Сколько лет было Тимуру, когда вы его оставили? Около года. Около года? А что должен был сказать муж, чтобы мама оставила годовалого ребенка на лавочке у подъезда? Он меня долгое время долбал. С тех пор, как родился Тимур, он меня все время долбал. Давай его оставим или у мамы твоей, или у бабушки. Поедим, заработаем себе на дом. У него все время какие-то планы, все время что-то такое было. Поэтому я решил оставлю его на улице. Ну, смотрите, у бабушки оставили... Вначале так все было хорошо. Думал, женщина адекватная, молодец и так далее. А тут, конечно, это... Я ведь, ну, как-то понимаю. В детдом на время сдать, ну, тоже, в общем-то, где-то понимаю. Ну, на лавочке ребенка оставить. Он в коляске был. Вот скажите, вот вы дитину, по суті, ну, выкинули. На что вы разраховывали? Что найдутся добрые люди, просто ее заберу? Я его не хотела никуда отдавать. Я такой просто человек, я домашняя. И домой она не могла его принести, потому что муж не давал. Я домашняя, я шла просто за мужем. Ну, как бы, слушала все время его. Даже те отношения, что были с мамой, это было для ему такие были отношения. Почему я сейчас не прячусь? Я знаю, что я виновата всем из-за этого. Какая сейчас судьба Тимура? Где он? Со мной. А как он снова у вас оказался? Мы его узнали, нам вернули, да? Я когда родила Ивана, меня Роман оставил на квартире с ребенком. Иван это второй? Второй. Второй. А Роман это кто? Муж. Я приехала с малым, с коляской, позвонила маме или можно к ней. Я не знала, что у нее Тимур. Они мне не говорили. Потом, когда я пришла домой, когда мама меня впустила с малым, я увидела ребенка полторогодичного, бегающего. Я не поверила, что ребенок в дом. Ну, мама забрала вашего ребенка, но вам не сказала об этом. Скажите, у вас трое Тимур? Она об этом долго не знала, типа, да? А младший ребенок от кого? Я не знаю? От мужчины от кого? Обожаю эти ответы. А я думал, от коровы. От мужчины. Нет, ну... Кто отец вашего младшего ребенка? Отчим. Кто? Остановите землю, а сойду. Просто, блядь. Тут ты рассидишь такой, ну все, оно же трешнячка хватит, давайте заканчивать. Это... Отец моего от последнего ребенка, отчим. А в следующей серии мы узнаем. Отчим. Муж вашей мамы? Да-а-а-а-а! Я честно вот... А я не... Да. Мне нравится реакция Карпачева, а я, я, а я да. Просто этот момент, когда Карпачев в шоке, это надо повторить. А я не... Да. Но я не знаю, как на это реагировать. Сколько лет вашему... Мужу. Я даже не знаю, внуку, сыну, вот кто он вам. Харламед. Внук? Внук. Сколько ему сейчас? Шесть. А как так получилось? Ну почему вы у меня спрашиваете, как получается? Ну это же был ваш мужчина, которого вы выбрали в мужья, в отцы своей дочери. А, жесть. Спрашиваю. Ну у мамы такое лицо очень жесткое прям такое. Не вызывает доверия, если честно. Именно у мамы. Это было по согласию или это было изнасилование? По согласию. Хорошо, смотрите. Тимуру, как я понимаю, сейчас одиннадцать. Да? Ивану... Девять. Девять. А Данилу шесть, десять лет назад вы совершили ужасную ошибку и оставили ребенка у подъезда. А шесть лет назад вы зачали от мужа мамы? Отчима. Угу. Я опять просто поверила словам. А он пообещал на вас жениться? Ну так, отчасти да. Он много читал. Он умеет говорить. Хотя нельзя сказать, что красавец там или еще. То есть Людин муж. Я знаю, что... Это кто? Люда была в то время беременна. Она была беременна. Она как раз разжала, когда у них случились эти отношения. Я заходила к ним домой. Я знала, когда уже будут Люду выписывать. Я видела, что что-то не то. Соседка? Ну вот тоже, опять-таки, уже два сына имея, она третий раз повелась, что ее кто-то любит, кто-то хочет. Может быть, не знаю, нужен был мужчина, чисто физиологически. И вы вот это вот все время жили вместе? А мама знала? Нет, не все время. Когда мама дизналась про ваши стосунки? Когда я была беременна. Но я с ним тогда была около... Может, полгода. Я даже не помню. Вы маме про это сказала? Я не помню. Вы все вместе жили в одной квартире. А вам маму, может, было жалко? Или вы о ней, в принципе, не думали? Ну, это же ее мужчина. Отчасти не думала. Если у вас все-таки хорошо было, почему вы сейчас не с ним? Потому что ему ребенок этот не нужен. А скажите, а у вас от него также детина? Двое. Двое детей от него? Да. Подождите, а он от вас ушел из-за этой причины? Я выгнала, да. Вы понимаете, что вы разбили мамину семью? Алена, где сейчас отец вашего ребенка? В плену. Что-что? В плену. В АТО? Скажите, Андрей, у меня вот в свете всего происходящего к вам такой вопрос. Вы об этом знали? На второй день, как она приехала. Хорошо. И все. Как вы это восприняли? Ну, лично, то, что когда она мне рассказала, я понял, что она доверяет человеку, который просто ей пользуется. Соответственно, Олеся ничего не знала. Спустя, не знаю, кто ей рассказывал, все это дело всплыло. И она взводит и говорит, а ты знаешь? Я говорю, а как ты мог, скажу, смысл? Ну, куда человек делает ошибки? Ну, скажу, прежде чем узнать, почему ты создал ошибку, этот человек, надо узнать предысторию, кто на него воздействовал и каким методом. Ну, вот и все. Я видел то, что она в своих поступках искренне раскаялась. Ну, нет, вот смотрите, мне было бы, ну, честно, страшно доверить ей своих детей. И это... У него такая с ним жила женщина. что было со мной, мне же было не страшно. То, что было, мне на тот момент было не страшно. Потому что я увидел ее отношение к детям. Я смог увидеть, и она смогла увидеть, смогу ли я принять ее детей. Потому что там, получается, средний у нее астматик, вот. А самый последний, он вообще, получается, аутист. Сказать, что она не понесла наказание за то, что она совершила последнюю ошибку, я бы не сказал. А ошибки делает каждый. Я смотрю на ваших женщин, и у вас есть определенный стиль, я бы так сказал. Вы умеете выбирать женщин с очень интересной историей. Ну, да. Скажите, Олеся, а вам вообще как биография нынешней мамы ваших детей? Ну, честно, я узнала об этом в последней, наверное, очередь. То есть, как бы, сама... Неудивительно. Все узнали, а потом только я уже узнала. То есть, мне... Знаете о том, что Алена беременна? Да. Уже знаю. Уже знаете? Да. То есть, теперь у вас будет 9 детей? Надеемся, сюда. А кто-то думает, как одного. Думает, потянем одного или не потянем. Девятый. Некоторые из детей, Андрея и Олеси, уж не знаю, благодаря заботе родителей или вопреки, уже вполне взрослые и самостоятельные. Типа в студию пригласят. Давайте узнаем у них, как и с кем они хотят дальше жить. Вот, наверное, старшего пригласят, да? Угу. Короче, старший сын, я так понимаю, он как нянька. Самое любимое. Садись ко мне, садись ко мне. Хочу ничего. Давай, иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди, ты красавица. Как ваши дела, ребят? Хорошо. Хорошо. Ты Данил, да? Да. Тебя как зовут? Дарина. Дарина. Меня Дима зовут. Скажи, Дарина, как ты сейчас живешь? Ну, все хорошо. И у меня отличный папа, отличная мама. Отличная мама? Да. Ты о какой маме говоришь? Ну, о Лене. И она очень даже умеет готовить, очень вкусно. Даже готовить умеет? Да. Сдоль не готовила, сейчас скажет. Вкусно ей готовить. Хорошо. Скажи, Дарина, а вот кто рядом с тобой сидит? Это мама Леся. Мама Леся. Да. А как так получилось, что у тебя две мамы? Вот у меня одна мама, а у тебя две. Мама Алена и мама Леся. Просто мы познакомились по сайту с мамой Аленой, и она приехала сюда, а мама Леся, она уехала. Ночует сейчас в квартире. А скажи мне, если вдруг мама Олеся захочет вас забрать к себе? Ну, я бы не хотела, да? Она хочет нам к себе, но это вряд ли. Понятно. Но я не хочу пока. Хорошо. Даниил. Да. Скажи, вот, ну, ты, в принципе, самый взрослый из детей. Вот как ты думаешь, с кем лучше твоим братьям и сестрам? Ну, они больше находят общий язык с Аленой. С Аленой. Почему? Что она делает такого, чего не делала мама Леся? Ну, она их искренне любит. Ну, а как? В чем это проявляется? Забота. Ну, что она для них делает? Расскажи. Все, что они попросят. Знаете, что для меня, вот, в том, что я наблюдаю, самое удивительное и трогательное? То, что вот, младшего ребенка, вот, который пока что непонятно, чей, но точно мы знаем, что Олесин, вот, нянчит, по сути, для нее чужая женщина. Дима, есть еще один момент. тут точно известно, какая женщина рожала младшего ребенка. Но когда малявочка начинает плакать, да, то мама, которая сидит с выбранными по какому-то принципу детьми, она даже в ту сторону не поворачивает головой. Вот рядом сидит Миша, у которого волосы дыбом стали, от того, что он говорит, смотри, она на нее даже не смотрит, она не реагирует. Вот материнство не имеет, выбранные дети считаются. Как выбранные дети отторгнуты, вот так вот сидят. Можно рассказать, почему выбранные? Это страшно. Она приходила пару раз, ну, как это Данила сам расскажет, как она его настраивала. Ну, что, папа, готовься. Мама с меня взяла клятву, что я тебе ничего не расскажу. Вот. Ну, она сказала, что у нее есть хороший адвокат, который поможет тебе забрать и дом, и меня, и мы будем уже здесь, а ты пойдешь с Аленой с детьми гулять далеко. Вот как вы думаете, с кем будет лучше вашим детям? Со мной? С мамой Лесей. С мамой Лесей? И с мамой Лесей. А это кто? Кто эта женщина? А если они не хотят этого? Хотят. Вы их как? Вы будете их заставлять? Хотят. Они хотят. Захотят. Хотят? Да. Когда они со мной, они хотят. Хорошо, ребят, спасибо за то, что вы нашли время и вышли сегодня к нам. Мы дальше продолжим наши взрослые разговоры, а вы можете этим. Я вам обожаю один за всех, просто книги можно писать. сможешь самого забрать? И фильмы снимать, сериалы. Спит? Ну, хорошо, пусть спит. Тогда не ругаемся. Пошел, пошел в публику. Всем привет, похоже. Всем привет. Звезда. Звезда пошла. Все, пойдем. Даня, Даня. Даня. Даня, Даня. Даня, Даня. Заберем, посмотрим. Все. Не спит? Даня, Даня. Даня, Даня. Седьмой, кошелек. Да и какая разница? Все неси. Просто как нянька. Я вопрос вот к тебе, Николай, и к тебе, Миша. А какова вероятность того, что дети будут изъяты от отца и переданы Олесе? Насправді, после разрушения будет позов к суду про визначение места проживания, способа участия. И, вы знаете, даже этой программы достаточно для того, чтобы и органы опеки, и суд мог поделиться и увидеть, что детям будет лучше с датьком. Потому что дети именно в том веке, в которых можно запитать. Я не беру малявок взагалі, беру более старших детей, и в них можно запитать, с кем они хотят. Хорошо, но тут есть такой нюанс. Ведь, по сути, сейчас Андрей с детьми проживает в доме Олеси. И если Олеся будет излишне принципиально, она по сути, может их выселить. Алендовать. Или его выселить. Ну а отец, у которого некуда везти детей, тут уж... Но я не думаю, что 8 детей кто-то выкинет сегодня с житла. Да, и это единственный момент, который меня, например, как адвоката, успокаивает. Даже при том, что она имеет на этот дом абсолютно законные права по договору дарения. Но в то же время дети, я уверен, зарегистрированы по этому адресу, А мы сейчас узнаем, дети зарегистрированы? Конечно. И предоставить детям такую же площадь в другом месте, ну это просто нереально. Хорошо. Ну а папу она может выставить? Может. Почему нет? А он тоже зарегистрировал. Но папа-то тоже зарегистрировал. Она его может выставить, но предоставив ему такое же место где-то, жилье. Однозначно. Олесь, я вам сразу скажу, что перспективы у вас тут майже немая нияк. Я хочу адвокату вашему. У меня вопрос к вам. Смотрите, вот вы будете дальше защищать. Умный человек. Вы защищаете интересы. Мы сейчас все пытаемся понять. Я для себя понял, что ей дети не нужны. Как ваше мнение? Вы услышали многое. Сейчас, то, что я уверен, вы не знали до этого. Так, честно говоря, мне самую жутко, и я не знаю навіть, как охарактеризовать ее. Я так, как я. Она рассказала. Ей, напевно, не потребны дети. Вот это все. Если вас интересуют дети, Олеся, то я вам советую, как адвокат, подарить Даниилу, старшему ребенку, подарственный, этот дом. Раз и навсегда. До 18 лет никаких манипуляций с этим домом быть не сможет. Никто его не продаст, не обменяет, не заложит. Я могу даже каждому ребенку как-то, может быть, оформить. На пятех. Краще на пятех детей. Как всем подарить. Я правильно понимаю, то есть мы можем сейчас, после съемки проекта, вместе с вашим адвокатом поехать к нотариусу, и вы напишите дарственную на собственного сына. На детей на всех. Не, на пятех. На пятех детей. Пусть на пятерых. Можно, да, конечно. Я не против, это их дом. Вы готовы это сделать сейчас? Ну, готова, конечно. Хорошо. А почему-то раньше не было готово. Нет, дом будет переформляться только... Да все, пока она не передумала, все, не спрашивай у нее. Она готова. После судьбы. Нет, уже не важно. Я же говорю, уже не важно. Мы сейчас все решим, дружище. Думалось. А, думалось. Миша, и что это нам дает? Что это нам дает? В любом случае, кому бы не достались дети, местоположение их не меняется. То есть их не будут тягать, как пустые коробки или как сумки. У детей есть свой уголок, где они живут, и сейчас там живет отец с новой женой, и там они и будут жить. Ни единому слову не верю. Ни единому. Мы это проконтролируем. В понедельник мы все вместе поедем к нотариусу. Ну, вы с нами? С вами. Хорошо. А нам сейчас покажут там паскрипт. Я очень надеюсь, что эта история разрешится положительно в первую очередь для детей. Ну и, конечно же, надеюсь, что вы выполните свое обещание. и, конечно же, расставим точки над и кто отец младший. А, еще тест ДНК. Как и опасался Андрей, Алена не выполнила свое обещание. Она отказалась идти к нотариусу и писать дарственную на дом. Вместо этого заявила, теперь она тоже будет жить в этом доме. Да, сегодня, кстати, нам Олеся продолжала жить вместе. Она там с детьми, мы отдельно в другой квартире. Ну, извини меня, переночевайте, в том, что говорили, что Андрей спит с двумя женами. Ну, если как по мне, то это бред. Даже, ну, это как бы шведская семья. Они меня не понимают, они хотят скучать. И думают, что я им в рах. Возьму детей и выйду с этого дома, если тебя так устраивает. Я заберу своих детей и тоже пойду. Я имею на это полное право. В тот же день Андрей, Алена и восемь детей вынуждены были освободить дом. Олеся желает вернуться в свой дом. Нам предложила, скажем так, мягко подыскать свой. Я понял, что она, ну, не отдаст дом. Просто-напросто. Тот дом, который сейчас находится сзади нас, я вчера уже заранее договорился с человеком, пустит ли он нас хотя бы сюда пожить, я еще не знаю, до конца не могу ничего сказать. Но то, что у него продает, это точно. Но Андрея радует хотя бы то, что тест ДНК подтвердил. Именно он, а не любовник Олеси, является отцом девятимесячной Даниэлы. Да, ну вот такая вот Санта-Барбара у нас получилась. Обожаю Один за всех. Надеюсь, вы так же само, в общем-то, кайфанули. Я думаю, что выпуск заслуживает лайка. Проверьте подписку на лайв-канал. И увидимся в новых выпусках Один за всех. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.